Субтитры подогнал «Симон» 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 И нельзя в политику разыгрывать эту карту, когда гибнут люди и бедствуют люди. Вот это наша непреклонная позиция по всем конфликтным точкам в мире. Будто Украина, будто Нагорный, Приднестровье и так далее. Людям надо, чтобы было хорошо. Что хорошего, если там где-то в Украине с одной стороны, то с другой начинают бомбить и гибнуть люди. О чем здесь можно говорить? Я хочу, чтобы вы, как наш близкий друг, знали мою позицию. Но это когда вы меня спрашивали. Если не спрашивают, это не мое дело. Я ненавижу посредников, я ненавижу миротворцев, потому что они вокруг Беларуси, сколько я президентом, столько и ходят. То миротворцы, то посредники. То с Евросоюзом, то еще с кем-то. Да мы без посредников разберемся. С Евросоюзом, с другими государствами и так далее. Сегодня уже про Россию говорят, что посредники там нужны между Путиным и Лукашенко. Да успокойтесь. У нас с Владимиром Владимировичем Путиным блестящее отношение. Блестящее. И подберем время, встретимся. Если есть какие-то проблемы, мы их решим. Без посредников мы решим вдвоем. И нам не надо никакое посредничество. Мы родные братья, нам делить нечего. Поэтому я никогда не терпел и терпеть не могу это посредничество. Проблема есть, надо ее решать. Одна. Вторая сторона, если есть желание решить эту проблему. Ее надо решать. Любые проблемы. Президент Беларуси рассказал также о задержании в Минске и последующей экстрадиции блогера Александра Лапшина. В международный розыск он попал за посещение Нагорного Карабаха и нарушение таким образом закона Азербайджана о государственной границе. Напомню, он был задержан в декабре 2016 года по запросу Азербайджана. Азербайджана. Более того, это я вам первый раз вам скажу и публично. А его и не хотел никто забирать. Это потом уже начали разыгрывать эту карту. Он гражданин трех стран, ни одна из стран на него не претендовала. Не надо, не надо. С больной головы на здоровую перекинуть и все. Поэтому в любом вопросе есть определенные подтексты и этот вопрос будут склонять так, как кому-то это выгодно. Но вы это должны знать. Поэтому вы должны знать самое главное, что мы были близкими народами. Мы такими и останемся. Александр Лукашенко поблагодарил Армена Хачтыряна за значительный вклад в развитие отношений между Беларусью и Арменией. Что касается экономических показателей, то по итогам прошлого года товарооборот между странами превысил 32 миллиона долларов. И, к слову, положительную динамику демонстрируют в начало 2017-го. Рост более чем на треть. Сотрудники Гродненской региональной таможни пресекли попытку ввоза на территорию Беларуси огнестрельного оружия. Контрабанду обнаружили в пункте пропуска Брузги. Литовец с двумя пассажирами на легковом автомобиле направлялся в нашу страну из Польши. Во время таможенного контроля у одного из мужчин, гражданина России, под верхней одеждой нашли револьвер. Обыск провели также в автомобиле. В салоне были спрятаны 46 боевых патронов, картечь, кинжал и книга «Майнкамп» 41-го года выпуска. Издание в силу своей экстремистской направленности запрещено во многих странах мира. В результате экспертизы было подтверждено, что данные патроны являются боевыми патронами и относятся к пистолету «Браунинг». И также было выявлено картечь. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до 7 лет лишения свободы. Погоня со стрельбой в центре Минска. Этой ночью более 10 экипажей ГАИ в течение получаса преследовали автомобиль марки «БМВ». Водитель уходил от инспекторов на большой скорости, петляя по городу. Как установили правоохранители, за рулем была 19-летняя девушка. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Позже ее сменил несовершеннолетний молодой человек. Чтобы задержать нарушителей, сотрудникам пришлось применить стабильное оружие. На улице Смоленской водитель не справился с управлением и вылетел на тротуар. Никто из молодых людей не пострадал. В районе улицы Смоленской данный водитель выезжал неоднократно по всему проспекту Партизанскому на всех улицах на полосу встречного движения, подрезая служебные автомобили, пытаясь нанести им вред. На улице Смоленской он совершил столкновение с двумя служебными автомобилями, которые пытались его остановить. И в результате этого дальнейшего продолжения движения не справился с управлением. Провели медицинское свидетельство, водитель оказался трезв, а пассажир, который первый был в управлении транспорта, находился в состоянии алкогольного опьянения. Девушка 98-го года рождения, 0,74 промилле. В данный момент следователи дают правовую оценку действия молодых людей. За время погони было нарушено 10 пунктов правил дорожного движения. Гений сурового стиля сегодня в Минске прощается с народным художником Белоруссии Майем Данцигом. Он ушел из жизни на 87-м году. Гражданская панихида проходит в Доме офицеров с участием Роты почетного караула. Проститься с мэтром искусства пришли коллеги, друзья и ученики мастера. Для них Майданциг навсегда останется человеком, который умел распознать талант и вдохновить на создание оригинального произведения. Для меня Майданциг ассоциируется со словом «восторг», потому что он часто очень произносил это слово во время наших занятий. Жизнь как восторг, живопись как восторг. Он жил этим чувством восторга, чувством солнца. Шедеврами маэстро восхищаются миллионы людей во всем мире. Сегодня его работы хранятся в Национальном художественном музее, в коллекциях многих европейских стран. Картина «Мой город древний, молодой» стала его визитной карточкой. Больше половины билетов на первый концерт золотой коллекции «Белорусская песня» уже распродано. Премьерное шоу грандиозного проекта СТВ состоится 18 апреля в Солигорске. В этом году формат новый. Теперь полюбившиеся концерты отправляются в тур по стране. Яркую программу увидят в Бресте, Гомеле, Новополоцке, Бобруйске и Молодечном. Главная задача проекта не просто вспомнить песни, которые мы любим, поем, не знаю, за столом, когда нам хорошо или когда нам плохо, но и возродить те песни, которые, возможно, забыты, которые, возможно, сегодня нет ни фонограмм, они не звучат сегодня в эфире. Необычное исполнение и новую аранжировку дорогих каждому белорусу песен артисты гарантируют. На сцену выйдут Анатолий Ермолинга, Едвига Поплавская, Тео, Алексей Хлестов, Песниры и другие коллективы. Это все, что успеваем рассказать к этому часу о развитии событий в 16.30. До встречи.